Приветствую вас, уважаемые зрители моего канала! Сегодня наше очередное учебное видео, учебно-ознакомительное видео по DJI Mavic Pro. Мы продолжаем разбираться с настройками в программе DJI GO 4. Сегодня настала очередь рассмотреть настройки камеры. Сегодня мы поговорим о всех настройках камеры, о информационной панели, которая в верхней части экрана, но ниже главного меню. Поговорим о том, что что делает, какие режимы съемки, какие стили, какие цветовые стили. Ну и о других вещах, которые там есть, дополнительные опции. Итак, не будем тянуть долго. Вперед! А, да-да-да, вперед! Поехали! Рассмотрим все это. Итак, начнем рассматривать наши настройки камеры в программе DJI GO 4. Не обращайте внимания на то, что он периодически исчезает сигнал. Это не исчезает сигнал, а исчезает программа. Программа у меня глючит на телефоне, потому что он у меня маломощный и тормозит, если включена вот эта вот запись с экрана. Вот эта вот. Вместе со всем этим он не справляется. Начнем рассмотр. Мы сегодня будем рассматривать вот эту часть всю, полностью, вот эту букву G. Это настройки камеры и информация о текущем режиме съемки. Приступим. Начнем с рассмотрения вот этой панели. Что в этой панели мы видим полезного? Здесь нам выводятся данные о текущем ISO, то есть светочувствительности, которая выбрана или автоматически, или вами. Шаттер, значение выдержки, которое установлено сейчас, то есть выдержка в секундах. Сколько наш затвор открыт? ЕВЭ. Основное число экспокоррекции. Экспокоррекция, ну, для конечного пользы, это означает, насколько светлым получится снимок или видео. Эту экспокоррекцию можно корректировать с использованием правого колеса вашего пульта. Далее, white black auto, вот этот параметр, это автобаланс белого, то есть подстройка под тип освещения, которая сейчас дневная или электрическая. Вот эта секция отвечает нам за параметры карты. В фоторежиме здесь показывают, сколько снимков еще мы можем сделать при текущем объеме свободного места на карте, а в видеорежиме, сколько минут мы еще можем записать. Далее идет интересный параметр, вот этот вот, вот этот зеленая рамочка. Это, она означает то, что мы сейчас находимся в режиме фокусировки, вручной фокусировки. То есть мы можем пальцем по экрану, давайте немножко прибавим для начала ЕВЭ, то есть экспокоррекцию, чтобы было посветлее. В любом месте на экране тыкаем, вот так, и тут же выполняется фокусировка на этом месте. Если мы щелкнем разок по этому пункту, мы перейдем в режим уже ручной экспозиции. То есть мы можем задать теперь экспозицию, ткнув пальцем по темному или светлому участку на экране. Вот, допустим, давайте по небу ткнем, она немножко пригаснет. Уже 1,5-я вон выдержка, я вижу, стала при ИСУ 1600. ИСУ 1600, я вам сразу скажу, это очень плохо, это будет шумный снимок, очень шумный. Ну, просто уже вечер, поэтому у нас темно. Давайте ткнем еще куда-нибудь, например, на темное дерево, вот сюда. Сейчас у нас экспокоррекция еще станет... Теперь у нас время выдержки стало еще меньше, еще больше, наоборот. 1, 2,5. Ну вот. Вот для чего нужен вот этот вот пункт. То есть мы выполняем или экспозицию по точке на экране, или фокусировку по точке на экране. Дальше кнопка IFC или MF, это не что иное, как авто или ручной фокус, фокус, фокусировка. Если мы переводим его в режим MF, синее означает активный пункт, то мы можем выполнять фокусировку изображения вручную. Немного опустим камеру, так, чтобы было видно наш подоконник. И начинаем подкручивать колесико, чтобы добиться максимальной резкости нашего подоконника. ну, может, не на водоконнике. Давайте попробуем лучше поднять камеру вверх и сфокусироваться на деревьях, чтобы они резкими стали. вот как-то так. Подкручиваем. Подтормаживает. Сейчас, конечно, не лучшее время, чтобы показывать это, но фактически вот этот ползунок позволяет нам вручную выполнять фокусировку, как на обычном фотоаппарате. Кроме того, здесь есть сразу готовые предопределенные значения сверху и снизу. Сверху перекод значения минимальной длины фокуса 0,5 метра, полметра, а снизу переход с бесконечности. То есть мы щелкаем пальцем сразу на бесконечность или на макросъемку, то есть 0,5 метра, зависит от того, что мы снимаем. Если мы снимаем цветочки прямо перед собой, то сразу же ставим макрофокус и снимаем. Ну, правда, у нас автоматика с этим справится и сама. Вот у нас яркий пример автофокуса подоконник. Не автофокуса, а минимального фокусного расстояния. Переведем в автоматический режим. И продолжим ознакомление с пунктами меню верхней панели. Вот. Обратите внимание на вот этот вот замочек теперь. Что этот замочек делает? Он нам запрещает автоматическую экспокоррекцию, не автоматическую, ручную экспокоррекцию по точке кадра. Вот если мы в таком закрытом замке попытаемся сейчас провести экспокоррекцию, ткнув куда-нибудь, программа нам напишет AE locked, metering disabled. То есть все отключено, все заблокировано. Вот такой вот замочек. Это чтобы случайно не ткнуть при съемке куда-нибудь по экрану и не сбить себе уже подготовленную заданную экспокоррекцию. Начинаем спускаться вниз по вот этой панели. Вот это вот со стрелочками, вот этот символ. Это просто банальное переключение между фото и видео режимом. Вот сейчас видеорежим. Вот так фоторежим. Дальше идет белая кнопка большая в фоторежиме и красная в видеорежиме. Это выполнение фотографии или начала остановка видео. То же самое можно выполнить с пульта управления. Правая кнопка на торце пульта рядом с антеннами это выполнение фотографии, а левая начало или остановка видеозаписи. Дальше мы переходим в самый интересный и самый сложный пункт наших настроек. Вот этот, где ползунки. Заходим в него. Вот здесь осуществляется самое таинство. Здесь мы осуществляем тонкую настройку наших режимов фото и видео на первой вкладке. Видите, первая вкладка она постоянно для фото и видео. Здесь мы осуществляем переход из ручного в автоматическую из автоматического в ручную режим задания выдержки ISO и так далее. Сейчас у нас встает автоматический режим авто. Видите, ISO и выдержка шаттер заблокированы мы их настраивать не можем. Здесь мы можем регулировать только главное число EVX по коррекции. Вот этими плюсиками минусиками. Я думаю, мы тут останавливаться не будем. Эту же самую EV можно колесом пульта менять. Перейдем сразу в мануальный ручной режим. Вот сюда. Здесь мы уже можем менять вручную показания наших выдержки и ISO. Сейчас у нас задана минимальная светочувствительность 100. Такая светочувствительность крайне мала в тех условиях освещенности, которые у нас существуют. Перейдем в фоторежим. Только в фоторежиме можно задавать большие выдержки. Давайте зададим выдержку побольше вот здесь. Видите, у нас что-то там проявляется уже жутко шумное. Это всего лишь превью. Ничего страшного. Так вот, что еще я хотел сразу сказать. В этом режиме, в ручном режиме, у нас вот здесь на панели видно, что наше колесико, правое колесико мыши, ой, мыши, господи, что я несу? Кую ахиняю я сказал. Правое колесико на нашем пульте уже управляет не главным экспо-числом EV, а значением чего? Выдержки. Видите, мы можем здесь регулировать выдержку. Укручиваю ее. Ну вот. Что я хотел сказать вам. Матрицы у камер Mavic'а и Phantom'ов от троек они маленькие. Одна к двум третьим дюйма. То есть в условиях низкой освещенности они шумят. Как это можно уменьшить? Снимайте в ночных условиях с как можно меньшим значением ISO. Чем меньше значение ISO, тем лучше будет у вас шумность, тем меньше будет шумов на изображении. Лучше задайте выдержку побольше. Ну, по поводу выдержек и ISO мы сделаем, а я сделаю отдельное видео, где поэкспериментирую с различными значениями ISO и выдержек в темноте. Закончили с этим режимом. Идем дальше. Вторая вкладка, вторая вкладка вот эта вот, она меняется, ее пункты меняются в зависимости от того, что выбрано видео или фоторежим. Сейчас у нас фото, вот такие пункты. Сейчас у нас видео, пункты становятся другими. Начнем мы с рассмотрения фото пунктов. Первый пункт фото зайдем. Зайдем посмотрим, что у нас здесь пишется интересного. Видите, сингл шот сейчас стоит. Режим сингл шот это простой один одиночный снимок по нажатию кнопки в DJI GO или на пульте. Это не так неинтересно, это понятно, как что работает. А вот HDR это уже режим High Decency это что-то там. Короче говоря, это режим высокой динамической освещенности. Как-то так. В этом режиме мы можем осуществлять нормальные снимки таких вещей, как небо и темная земля. Если мы пытаемся снять в обычном режиме, то земля у нас получится слишком темная, на ней ничего не будет видно, а небо наоборот ярким. В этом режиме наша камера выполняет автоматический снимок неба и земли в подходящих для них, для неба и для земли, различающихся значениях экспозиции. А потом совмещают эти изображения, мы получаем в итоге такой снимок, на котором у нас есть и хорошо проработанная земля и небо. Я как-нибудь позже приложу нормально выполненный снимок в этом режиме в описании данного ролика. Пока что у меня такого нет, у меня здесь нету динамических таких диапазонов освещенности нигде. Дальше идем. Бурст бурст муд. Что такое бурст муд? Бурст муд это по сути серийная съемка. Но я думаю вы знаете зачем может потребляться серийная съемка. Если вы снимаете спортсменов и хотите выхватить удачный кадр в прыжке, то именно для этого и предназначено. Камера совершает несколько кадров через краткие промежутки времени. Вы потом выбираете лучший. Здесь можно задать 3 снимка, 5 снимков или 7 снимков выполняет камера. С этим покончено. АЕБ. Что такое АЕБ? АЕБ это автоматический брекетинг. Брекетинг это выполнение камеры снимков с недодержкой, передержкой и нейтральным состоянием экспокоррекции. То есть несколько снимков у нас будут недодержаны ступенчато, несколько передержаны. Вы потом просто выбираете тот кто получился наиболее хорошо. Здесь можно задать 5 или 3 шага. Естественно при 5 шагах у нас будет больше градиентов от темного к светлому и вы сможете с большей вероятностью выбрать лучшее. А по поводу 3, пожалуйста смотрите пример как это работает. Ну вот. Я думаю все понятно с этим режимом. Интервал. Пожалуйста идем интервал. Интервал это простой режим. Наша камера просто совершает автоматические снимки через заданные здесь промежутки времени. 3, 2, 5 секунд, 15 секунд. Понятно. Это если вы не хотите заморачиваться нажатием кнопки. Но на пульте Mavic я думал с этим проблем нет. Просто кнопку ткнул правую и сфотографировал. Вернемся в сингл шот. Продолжаем рассмотрение пунктов меню фото. Image это обычно используемый фотографами. А 169 это широкоформатный годный для мониторов 1980 на 720 на 1080 1920 на 1080 С этим все понятно. Возвращаемся Image формат. Image формат здесь от Roll JPEG до JPEG плюс Roll. Что такое Roll? С JPEG я думаю все понятно. Это простая картинка которую можно в контакт выложить. А Roll это получение массива сырых данных с матрицы вашей камеры. Так просто его не просмотришь. Для этого нужно специальное программное обеспечение такое как Adobe Lightroom или Photoshop соответствующей версии. Чем хорош этот режим? Здесь можно доделать то, чего вы не сделали при фотоснимке. Например откорректировать экспозицию и подобное. А баланс белого и все прочее. Можно снимать чисто Roll с Редс чисто JPEG или JPEG плюс RAW у вас будут ложиться на флеш карту вашу. Вернемся обратно. White Balance. Что такое White Balance? Вы никогда не задумывались, что вам комфортно чувствуется вашему зрению и при электрическом освещении при дневном и облачную погоду. А все потому, что ваш мозг выполняет автоматическую подстройку стиля изображения с ваших глаз для комфортного восприятия. Камеры лишены такого сложного инструмента как мозг. На этом у них есть автобаланс белого. Его можно выставить под соответствующее освещение. От Cloudy облачная погода, Suny под солнечную погоду, под электрическое освещение лампами накаливания, неон под неоновые энергосберегающие лампы. Custom мы просто задаем цветовую температуру как нам будет угодно. Давайте вернем камеру в авторежим, чтобы она хоть что-то видела. Мне сейчас лень настраивать это все. У нас совсем стемнело за окном, все понятно. Не посмотрим мы эти варианты настройки белого, баланса белого, но это уже понятно. Лучше оставить это в автоматическом режиме, если вы не профессиональный фотограф. Впрочем, я могу приложить в описании снимки, выполненные с различными настройками баланса белого, но они сделаны на одном и том же пейзаже, в одну и ту же солнечную погоду, поэтому они могут выглядеть неестественно. Впрочем, это нам сразу же показывает дополнительное применение для баланса белого. Его можно использовать для какого-то видания художественного колорита нашим снимкам. Здесь можно изменить цветовую температуру вручную, то есть подстроить вручную стиль освещенности под ваше освещение, которое главенствует на вашем кадре. Оставим это автоматически. продолжим. Стайл здесь мы настраиваем три параметра резкость, контрастность и saturation насыщенность. Они регулируются от минус трех до плюс трех. Здесь есть предустановленные варианты стандарт все по нулям ландскейп ландшафт для ландшафтной съемки повышена резкость и контраст немного софт мягкие снимки резкость немного снижена и кастом здесь мы можем уже вручную вот задавать плюсом минусом значение всех этих трех параметров. А теперь внимание привожу пример повышенный пример изменения резкости. Теперь пример изменения контрастности. А теперь изменения насыщенности. Ну вот. Я думаю с этим теперь пунктом все понятно. Едем дальше. Color. Что я хотел сказать еще по поводу предыдущего пункта. Господи. Конечно это можно менять вручную и в зависимости от того что у вас что вы хотите снять и как вы хотите снять. Color. Это цветовые стили нашего изображения. О них мы подробнее поговорим когда будем рассматривать видео. Я подготовил краткие ролики которые демонстрируют сравнение обычного режима видеосъемки со стилями вот этих всех цветах. Давайте теперь перейдем как раз к режиму видеосъемки здесь пункты уже другие несколько. Первый пункт это задание разрешения и фреймрейта то есть количество кадров в секунду в режиме. Конечно начинается все с 1280 на 720 качество 720p то есть но я не думаю что вы будете снимать хоть что-нибудь 720p зачем вам это надо это слишком низко и уже устаревше на сегодняшний день. Все начинается с 1920 на 1080p здесь мы можем задавать кадры от 24 до 96 но есть одна маленькая особенность которую я открыл себе уже в первом полете все фпс выше 30 в режиме 1920 на 1080 не работают они глючные это аппаратная проблема камеры всех всех мавиков и джай признали эту проблему я о ней сделаю отдельное показательное видео где покажу что происходит вкратце скажу сразу что происходит там размытие пикселей и картинка теряет четкость детали мелкие сливаются как будто нарисованы гуашью дальше идем 2.7k 2720 на 1530 позволяет вам снимать до 30 кадров в секунду 4k первый вариант 3840 на 2160 тоже до 30 кадров в секунду ну и самый большой 4k 496 на 2160 позволяет до 24 кадров в секунду вам снимать да кстати господи я забыл посмотрите пример я сделал сравнение естественно смотреть это надо на большом мониторе лучше всего вот спасибо спасибо Ну а мы продолжаем ознакомление с пунктами видео меню. Идем сюда. Видео формат. Здесь у нас выбирается формат роликов, в котором они будут сохранены. То есть формат кодека, который будет сжимать ваши ролики. Это MOV или MP4. Это уже кому как нравится. Далее у нас идут стандарты. Стандарты на развертку PAL или NTSC. Я снимаю в NTSC. Здесь значение кадров больше в секунду. Доступные. Но это уже тоже вопрос вкуса. White Balance. То же самое. Баланс белого. Он для видео тоже справедлив. Стили. То же самое. Стили справедливы и для резкости, контрастности и насыщенности. Справедливы и для видеосъемки. Идем дальше. Color. А вот теперь позвольте вам предложить показ подборки, где я показываю все эти стили в сравнении со стилем NON. То есть не стиль. Нет стиля. Они могут употребляться вами по своему собственному желанию и художественным способом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Ну вот. Вы просмотрели тестовый материал наш. А теперь мы переходим к последнему пункту настроек. Шестеренки. Здесь у нас общие настройки для всего. Что такое гистограмм? Верхний пункт. Гистограмма включает нам вот такую штуку. Вот она. Что есть вот этот вот график. Видите, у него пять колонок есть. Слева направо. Количество темнейших пикселей, темных пикселей, средних пикселей, светлых пикселей и светлейших пикселей. То есть, по сути, эта диаграмма позволяет нам быстро оценить темноту нашего снимка и выполнить соответствующую экспо-коррекцию. Закроем ее. Не нужна она нам. Дальше идем. Lock, jimble, when, capture. Этот пункт означает то, что при съемке на длинных выдержках, в темноте, например, ваш подвес будет стараться как можно дольше и как можно точнее удерживать свое положение при выполнении экспозиции снимка. Это полезно при съемке ночью. Внизу я приложу небольшое видео учебное, не мое, другого человека, где он показывает, как этот режим работает. Portrait Mode. Что такое Portrait Mode? Это просто переключение нашей ландшафтной развертки снимка на портретную. Вот так это выглядит. Вот так это выглядит. Не знаю, зачем это может употребляться пока что, но факт в том, что это есть. Возвращаемся обратно. Отключаем его. IFC. Пункт отвечает за периодическую автоматическую фокусировку без тычков на экране. Если это ползунок отключен, вам придется фокусироваться вручную или колесом ползунка фокусировки, который я вам показывал. Или просто тыкать по экрану пальцем на желаемом участке для фокусировки. AutoSync HD HD Photo. Это что? Фотографии на ваш телефон будут подгружаться с коптера в высоком разрешении. Если этот пункт отключен, то будут только ужатые маленькие снимки. Что такое видео капшин? Этот пункт, если включен, означает, что к вашему видео будет дописываться служебная информация. Такая как, например, геокоординаты, где ведется съемка. По своему разумению. Включайте или отключайте. Не обращайте внимания на мой французский. Я по-английски не говорю. Я на нем только читаю. То есть мне эти слова понятны, но прочесть я их не всегда могу. Long Exposure Auto Preview. Обеспечивает вас картинкой, предварительной картинкой того, что у вас получится, если вы будете снимать ночью с большой выдержкой, чтобы не ждать 8 секунд и выяснить, что потом получится фуфло. Что такое Front LED Turn Off? Этот пункт отвечает за то, что если вы производите видеосъемку, передние огни вашего коптера отключаются. Ну вот, с этим, я думаю, все понятно. Переходим к следующему пункту. Grid. Grid это включение вот такой вот сеточки. Или вот такой. Это поможет нам лучше кадрировать. Ну, по своему вкусу. Я ее отключаю, она мне не нужна. Ну, понятно, что твои видеосенсоры не работают. Умолкни уже с ними. Center Point. Это прицельная марка в центре экрана. Она позволяет вам находить центр. Вот она. Она бывает различных видов. Чисто для удобства сделана. Отключить. Мне она не нужна. Anti Flicker. Позволяет вам устранить дрожание параллельных линий на телевизорах с различной разверткой по частоте. Здесь это можно выбрать вручную 50 или 60 Гц или автоматически. Ну, и, наконец, последний пункт нашего меню. Это файл Index Mode. Это режим именования наших файлов на карте памяти. То есть автоматически они бывают вот такие. Reset. Это когда каждый полет ваш, они начинаются с одного. И идут дальше. А Continuous, это запоминается последний из прошлого полета снимок. И дальше они следуют в этой нумерации. Я выбираю обычно Reset. Они мне нужны с одного. Пусть они начинают с одного. Далее Reset Camera Setting. Все опции камеры восстановить на заводские настройки. Формат SD-карт. Понятно. Отформатировать карту памяти. Ну, вот я думаю, вот и все. Собственно говоря, о камере. Нет, еще нет, 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 нет. Еще не совсем все о камере. Вот что я еще хотел вам показать, уважаемые зрители. Перейдем в настройки коптера. Здесь нас интересуют настройки подвеса. Сейчас откроется это меню. Вот. Настройки подвеса заходим. Вот что еще можно отнести к камере. Вот Jumbo Mode, FPV и Follow. Это что? В FPV моде ваша камера повторяет крены вашего коптера. А в Follow моде старается выдержать горизонталь. Зайдем в Advanced Settings. Улучшенные настройки. Вот, пожалуйста. Jumbo Start Stop Buffer. Этот параметр отвечает за инертность вашей камеры. То есть, если вы колесом поднимаете вашу камеру вверх, если у вас вот здесь задано большое значение, вот такое вот, то после того, как вы отпустите колесо, ваша камера некоторое время еще будет скользить вверх. Если значение задано на ноль, то ваша камера остановится, как только вы отпустите колесо. Jumbo Pitch Speed позволяет вам увеличить или уменьшить чувствительность вашего колеса, которым вы перемещаете камеру. То есть, чем больше значения, тем быстрее она будет двигаться при полностью отжатом колесе. Jumbo Tilt Limit, вот этот вот, позволяет вам добавить 30 градусов от горизонтали. То есть, вы можете посмотреть небо в небо с использованием вот этого пункта. Если в этот пункт отключен, то ваша камера поднимается до горизонтали и застывает. Выше не поднять. В общем, вот это все, что я хотел сегодня рассказать вам о камере. Сегодня мы посмотрели кое-какие примеры. Поговорили об общих настройках, что где находится, для чего служит. Вкратце. Естественно, что для профессиональных фотографов это не нужно. А, я забыл еще рассказать об одной интересной вещи для пульта управления. На пульте управления, в правом нижнем углу его экранчика, есть рычажок такой. Если его поднять вниз-вверх, это рычажок 5D называется. Он быстро поднимает и опускает камеру. А если, значит, если его вправо-влево, этот рычажок, двигать, то он позволяет управлять зумом. Зум на нашей камере цифровой, не очень качественный, но все-таки он есть до двух крат. Вот так это выглядит. Посмотрите, как это выглядит в видео. Как видите, ничего особого, но все-таки приятная возможность. Ну, я думаю, на этом эту часть видео можно завершить и перейти уже к подведению итогов этого видео. Ну вот, мы рассмотрели с вами только что все настройки камеры DJI GO. Я надеюсь, что вы вынесли для себя что-нибудь полезное, что это поможет вам делать ваши снимки и видео более красивыми. Теперь вы знаете, что к чему, в принципе. Ну, конечно, профессиональным фотографам это не особо было нужно, они и так все это знают. Ну, а начинающим пользователям Mavic'а, я думаю, это будет полезно. На этом данное видео подошло к концу. Спасибо, что смотрели нас. Всего вам доброго.